В последние годы одна из самых обсуждаемых новостей дня на подлете к России. Наш истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик. К российской границе он летел с отключенными системами распознавания, но обмануть системы ПВО России невозможно. Все подробности и схема полета американского самолета в репортаже Дмитрия Петрова. Американский самолет-разведчик вылетел с британской авиабазы Милден-Холл и направился к границам Российской Федерации. Спокойно, как хозяин, пролетел через всю Европу, пока в небе над Балтийским морем его не встретил наш Сухой. Из состава дежурных сил был поднят истребитель Су-27, который подлетел к неизвестному воздушному судну, несколько раз совершил его облет, идентифицировал как самолет-разведчик RC-135U ВВС США и его бортовой номер, о чем доложил командованию. После облета американского разведчика российским истребителем самолет ВВС США изменил курс и ушел от российской границы. В ходе облета американского разведчика никаких внештатных ситуаций не было. Это далеко не первый случай, когда натовцы пытаются провоцировать российских пилотов. Самая известная история, это когда норвежские F-16 попытались перехватить русский МиГ-31, но сами же и испугались, когда россиянин пошел на сближение. Хочу подчеркнуть, что полет к российским границам выполнялся с выключенным транспондером, о котором так любят в последнее время заявлять наши натовские коллеги. Что же касается оценки профессионализма наших пилотов, то это компетенция исключительно российского командования. На этот раз российские подразделения противовоздушной обороны действовали строго в соответствии с инструкциями. Сомнений в том, что американец летит к нам, не было. К моменту обнаружения половина территории Калининградской области уже находилась в зоне действия его антенн. Да и сам разведчик в том полете правила все-таки нарушил. Официальный представитель Пентагона ранее действительно заявил, что их разведчик выполнял обычный полет. Как вдруг в международном пространстве был перехвачен российским Су-27 в небезопасной и непрофессиональной манере. Это цитата. Но, скорее всего, американцы просто обиделись на русских летчиков за то, что они такие бесстрашные. Сами натовцы боятся так близко подлетать. Далее они сообщают, что наш якобы непрофессиональный летчик-истребитель на Су-27 пролетел рядом с американским самолетом-разведчиком у наших границ лишь на расстоянии от него в 20 футов, 6 метров. Понимаю, что неприятно. Но почему-то всегда, когда им делают неприятно, американцы говорят, что с ними поступают непрофессионально. То есть можно подумать, что критерии профессиональности наших военных это когда американцам делают приятно. Ну а их интерес к Калининградской области вполне объясним. Их очень беспокоят наши оперативно-тактические комплексы «Искандер». Самолет-разведчики ВВС США выполнял стандартную разведывательную миссию, а именно ведение радиоэлектронной разведки территории России с целью вскрытия радиоэлектронной обстановки, определения состава сил и режимов российской системы противовоздушной обороны. Ну и по поводу так называемых обычных полетов. Российское оборонное ведомство напоминает коллегам из Пентагона, что в соответствии с международными договоренностями такие полеты, разведывательные самолеты, могут выполнять только недалеко от территории США. И уж точно не над Балтикой, у самых российских границ. Вспоминаю, как американский эсминец Дональд Кук вошел к нам в Терное море, а российский военный летчик и тогда низковато над ним пролетел. Они тоже говорили, что непрофессионально. Наверное, потому, что американским матросам было так неприятно, что они поувольнялись после того с Дональда Кука. Су-27 crossed the nose of the U.S. aircraft within approximately 100 feet, showing its belly to reveal it was armed with missiles. A maneuver straight out of a movie, said the official, so close that the U.S. jet was caught in the jet wash of the Russian... No, no, конечно, not at all. Yes, please? Yes, please? No, please? Make sure you see us. Well, if you have a few people in a country and have a few people and have a few people, you know, and you just ain't going to be a few people.